Пить воду во время еды не просто важно, я бы сказал, жизненно важно. Ведь процесс пищеварения по-другому называется гидролиз. То есть идет расщепление сложных компонентов пищи на простейшие с присоединением воды. Но если вода была рядышком, находилась рядом с пищей в кишечнике, тогда все нормально, она растворяет эти компоненты, в растворенном виде они попадают в кровь, и разносится ко всем клеткам для работы и для обеспечения того вида деятельности, который вы хотите. Если воды рядом не оказалось, продукты пищеварения раствориться в ней полноценно не могут, они идут по кишечнику, активируется патогенная микрофлора, дисбактериоз кишечника, сокращение продолжительности жизни, нарушение ее качества, но об этом подробнее чуть позже. Потому что те, кто не знает, как правильно пить воду во время еды для пищеварения, говорят нельзя. Я знаю, как пить воду правильно во время еды. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, когда можно пить воду во время еды, какую цель вы этим достигаете, какую воду нельзя пить во время еды, и как правильно подготовить воду, чтобы ее можно было пить во время еды, с пользой для вашего здоровья. Итак, когда можно пить воду во время еды? Ну, если вы хотите экстремально сбросить вес. Да, я понимаю, у вас хороший аппетит, хорошее пищеварение. И индикатор этого – избыточный вес. И самая простая рекомендация для таких людей. Добавляйте 1,5-2 литра, а может быть и более, в свой рацион. И пейте между едой. Но что получается на самом деле? Когда человек с хорошим аппетитом, загружает в пищеварительную систему большой объем еды. Еда переваривается не вот так. Это время нужно. На качество пищи и на количество нужно время, чтобы переварить. Когда человек делает короткий перерыв в приеме пищи, пьет стакан-два воды и дальше продолжает еду. Как вы понимаете, это прием пищи не между едой, а во время еды. И в этом случае разбавляется желудочный сок, пища перестает полноценно перевариваться, соответственно усваиваться. В зависимости от состава, она переходит в кишечники, там возникает либо брожение, то есть активируется условно-патогенная микрофлора, либо идет гниение, когда активируется патогенная микрофлора. В любом случае это равно дисбактериоз кишечника. И с этого момента человек теряет 30% своей жизни. То есть если бы он с избыточным весом прожил бы 30 лет, вот так вот экстремально его снижая, проживет всего 20. Но если бы просто продолжительность жизни снижалась, нарушается качество жизни. Потому что продукты гниения раздражают печень, нарушается ее работа, но это мелочи. Хуже, когда раздражаются почки, развивается хроническая почечная недостаточность. Вот она серьезно сокращает продолжительность жизни. Когда пища, вместо того, чтобы перевариться и усвоиться вами, начинает бродить и гнить, естественно напряженно работающая иммунная система не способна полноценно выполнять свои функции. И развиваются те или иные вирусные и бактериальные инфекции, онкология проявляется позже. То есть это неизменное следствие того, что иммунная система раньше была накормлена под завязку, теперь она ходит голодная, потому что пищу-то едят кто? Вместо нее едят потаенные бактерии. И чтобы такие вот звонки не раздавались по поводу вашего нездоровья, нужно понимать, что питье воды во время еды это очень экстремальное снижение веса, очень дорогой ценой. Ценой нарушения качества жизни и ценой сокращения ее продолжительности. Так делать нельзя. Но если у вас даже во время еды появилось чувство жажды, вот здесь вы обязаны выпить один-два глотка воды или иной другой жидкости. Все, что есть под руками. Но должны немножко удерживать во рту, вода хорошо всасывается в полость рта, потому что чувство жажды это индикатор высокой вязкости крови. Равно нагрузка на сердце и сосуды чрезмерная. И в этом случае вы должны, во-первых, чувство жажды постепенно снять и в течение часа-полутора после этого у вас не должно быть физической нагрузки. Все-таки не испытывать возможности сердечно-сосудистой системы, которая по большому счету чемпион по уходу на тот свет. 60% людей погибают, когда они когда-то не смогли справиться с обеспечением работы этой очень напряженно работающей системы. Вот когда вы можете несколько стаканов выпить во время еды, да, такие ситуации тоже, к сожалению, не редкость. По частоте случаев утраты нетрудоспособности эти заболевания уступают только простудным. ОРЗ, ОРВИ. Это когда есть пищевое отравление. Вот тут да, 4-6 стаканов можете выпить сразу, быстро, залпом. Желудок раздразнили, раздразнили, он сократился, выбросил содержимое. Уже во время пищевого отравления очень важно сориентироваться вовремя и все-таки очистить желудок. Первые рвотные массы вы обязаны сохранить, как бы вам это было неприятно, но их нужно сохранить, потому что если все не закончится несколькими очищениями желудка, а ситуация будет продолжаться, если яд успел уйти в кишечник, появляются коликообразные боли, вздутие живота, резни могут быть различные интенсивности, потом появляется понос, это говорит о том, что в организм токсины все-таки проникли, вот те первые рвотные массы помогут врачам установить точно причину вашей проблемы и провести более целенаправленное лечение, чем просто несколько стаканов воды для вызова ресторанным способом рвоты. И вот такая вот ситуация с водой, она реально тут, это пожалуй единственный случай, когда можно выпить значительное количество воды в литрах, и это будет только плюс, только польза для вашего здоровья. Какие воды не стоит пить во время еды? Ну как вы понимаете, нормальная кислотность желудочного сока при переваривании пищи это PH от 0,9 до 2,5. Соответственно, если вы во время еды попробуете выпить щелочной водички, вы погасите кислотность, вы уменьшите активность пепсина, а может быть вовсе он прекратит свою активность, и переваривание белков прекратится. Таким образом, вы можете выпить, конечно, щелочные минеральные воды, типа боржом, ясинтуки, можете просто обычную пищевую соду развести, только в холодной воде, ни в коем случае не в горячей. Результат все равно будет один, белки не переварились, гниение белков, перешедший кишечник, это активация патогенной микрофлоры, это дисбактериоз кишечника, как я уже сказал, минус 30% жизни, и все неприятные последствия связаны с этим. Также не стоит пить во время еды столовые воды. Что такое столовая вода? Это вода с минимальным количеством солей. Такая вода не является сокогонной, в принципе, потому что щелочная вода может при определенных условиях усиливать секрецию желудочного сока, столовая вода нет, она просто разбавляет желудочный сок, опять-таки снижается переваривание белков, опять-таки дисбактериоз, опять-таки снижение иммунитета, опять-таки подагра тут может развиваться. Любые варианты развиваются на этом фоне, если пьете во время еды, просто столовую воду. Также какую воду не стоит пить? Сладкую. Да, она нарушает процесс пищеварения, но тяжести в желудке не вызовет, потому что сладкая вода усиливает перистальтику в желудке, усиливает сокращение, и пища переходит к кишечни. Ну а дальше уже по накатанному. Бисбактериоз кишечники, подаграх, хроническая почечная недостаточность, нарушение работы печени, снижение иммунитета. Есть этот ершик проблем, накатывает легко и просто, потому что вы не знали, как правильно подготовить воду, чтобы пить ее во время еды. А вода, которую вы хотите выпить во время еды, чтобы она принесла вам пользу, она должна учитывать один маленький нюанс. Она должна усиливать секрецию желудочного сока. Вот тогда она временно разбавит желудочный сок, снизив его концентрацию, притормозит пищеварение. А усилив на себя, вызвав секрецию дополнительных количеств желудочного сока, пищеварение продолжится и закончится правильно. Вот таким образом, вы можете использовать такую воду, можете использовать во время еды, и будете не просто правильно снижать вес, но и активно обеспечивать пищеварительную способность поддерживать свой уровень здоровья на высоком уровне. Что же должно находиться в воде, чтобы легко активировать вот этот процесс? Ну, самое простое и доступное вещество, которое должно находиться в воде, это кофеин. То есть, питье во время еды, чая, кофе, конечно, чай должен быть концентрирован, это не даже водичка, где в ведре заварены там две чайинки, но должен быть концентрат. В этом случае кофеин, он усиливает и центральное кровообращение, он усиливает работу сердца, немножко повышает давление, но самое главное, он усиливает приток крови к слизистой желудке, в данном случае, где вода может влиять на процесс пищеварения негативным образом. Если вы выпили небольшую чашечку кофе, а если вы еще понюхали ее, вы запустили еще по паузу рецепторы обонятельные, то есть, вы включили активно пищеварительную систему, вы ее активно запустили, и прекрасно. И небольшие количества жидкости, да, на время у вас растянули процесс пищеварения, а равно при снижении веса вы уменьшили темп всасывания продуктов пищеварения в кровь, то есть, накоплений жировой массы у вас не будет, потому что вы процесс пищеварения немножко растянули во времени. Но! Самое главное, вы его не нарушили, потому что кофеин вызовет дополнительную секрецию соков, и если бы сока не хватило первично на переваривание пищи, теперь его хватит. Теперь пища переварится в армии, без развития дисбактериоза в кишечнике. Кроме того, чай, кофе содержат различные органические кислоты, которые дополнительно усиливают секрецию желудочного сока, а заодно и в нижележащих отделах пищеварительной системы тоже будет усилена функция различных отделов, различных желез. И это большой плюс. Но органические кислоты вы можете взять не только из чая и кофе. Они содержатся в фруктах, они содержатся в ягодах, но принципиально кислого вкуса. То есть это лимон, это другие цитрусовые, это клюква, это брусника, это вишня. Любым способом вы можете усилить секрецию желудочного сока, можете использовать другие растения, ананас можете использовать. Все, что вам хочется, все, что спокойно должен выдержать ваш желудок, и вы таким образом просто-напросто активируете пищеварительную систему. И это большой плюс. Также, что может находиться в воде, это пряности. Можете заварить чай с имбирем, можете использовать красный, черный перец, другие пряности. Выбор ваш. Принцип один и тот же. Пряности раздражают желудок, усиливают секрецию желудочного сока. Если воды было больше, процесс пищеварения притормозится на более длительное время. Если вы пряности использовали в виде различных соусов, подливок, то воды там мало, а раздражение желудка соответственно. И вы питьем такой воды только усилите работу пищеварительной системы и получите большой плюс по здоровью. И такая вода не нарушит работу пищеварительной системы. Как и вода, которую многие критикуют, можно по-разному относиться к употреблению этих напитков, но напиток, в котором 90-95% воды и всего 5-10% алкоголя, это очень хорошее, сильное соковонное средство. То есть, если питье пива и сухих вин, сухого шампанского, полусухого или блюда, усиливается секреция желудочного сока и улучшается пищеварение. Конечно, можно пить более концентрированные напитки, но они должны быть разведены в водичке. Потому что действует опять-таки соковонное 5-10% концентрация алкоголя. Как вы понимаете, в таком напитке больше, это больше вода, чем алкоголь. И в этом случае очень хорошо такая вода с такой добавочкой усиливает секрецию желудочного сока и обеспечивает пищеварение. Но в этом случае чего не должно быть, я уже об этом сказал чуть выше, вода не должна быть сладкой. То есть, когда в воде, кроме алкоголя, есть сладости, то есть, вы пьете сладкие вина, десертные вина, полусладкие вина, шампанское аналогичное или пьете какие-то ликеры, то в этом случае сладость сама по себе тормозит секрецию желудочного сока и усиливает сокращение стенок желудка, усиливает перистальтику и ускоряет продвижение непереваренной пищи в кишечне. И те, кто пробовали закусывать, вернее, запивать шашлык десертными винами или какими-то ликерами, знают, о чем я говорю, потому что несколько суток после этого шашлык, не переварившись в желудке, гниет в кишечнике, идет жесткая интоксикация, головные боли, у кого-то могут суставы заболеть, печень заболит, сердце может болеть, любые органы могут реагировать на вот такую интоксикацию из-за того, что вы не знали, как правильно выпить воду во время еды. А это очень важно, напомню еще раз, это жизненно важно знать, как это делать правильно. И пока вы думаете, поставить лайк на это видео или не поставить, отправить его своим друзьям, чтобы они тоже просмотрели и знали, все-таки, как правильно пить воду во время еды или не отправлять, я это видео с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения буду заканчивать и подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует...